Приветствую вас, уважаемые коллеги. Слушайте, давно не было ничего о микросхемах и прочих технологиях, поэтому я вот сейчас соберусь и запилю вот это видео про температурный датчик. Как бы это странно не выглядело, но давайте попробуем один забавный температурный датчик. Тут речь вот о чем. Есть такая интересная компания Novasense, это прям Китай, но толковый и интересный Китай, и у них есть датчик NST-1001-DNTC. Ну вот такой цифровой NTC температурный сенсор. Ну они здесь его расхваливают, что он высокоаккуратный, два пина, digital output. Ну короче, digital output заключается в импульсах, ну это если забегая вперед. Ну и в принципе, то есть тут из применений, тут смотрите, и человеческое тело детектит температуру, и battery management, ну да, действительно, при его крайне низкой цене закрепить его куда-то на батарею, ну и прочие иоты. Работает он в диапазоне от минус 50 до 150. Ну и они честно говорят о том, что вот короче после 150 все будет уже плохо и он может умереть. Выпускается он у нас тут в трех корпусах, вот здесь показано на самом деле два. Есть третий вариант, когда третья ножка, и она не подключена, вот у такого транзистора. Ну выглядит он, кстати, достаточно такой малогабаритненький. Смотрите, он вот по сравнению с резистором, это вот у меня такой вот он в корпусе с двумя ножками. Вот так, и тут есть маркировочка. Ну, правда, вот маркировка на корпусе, она несколько странная, но вот есть. Значит, чем замечательный этот вот такой температурный датчик? Подключается он у нас, смотрите, вот таким интересным образом, на самом деле. То есть, мы должны подать питание, ну то есть, это не обязательно должна быть вывод микроконтроллера, это может быть просто источник питания, от 1,65 до 5,5 вольт. То есть, широчейший диапазон, и для иод, ну, самое то. И что дальше произойдет? Да, дальше произойдет, давайте посмотрим. Тут есть описалово того, что есть. То есть, есть какой-то промежуток времени, и этот промежуток от 16 до 35, ну максимум, миллисекунд. Ну, у меня получается действительно, вот в районе типового значения, сейчас покажу, когда он осуществляет замер температуры, а потом он начинает ключом работать и замыкать, то есть, импульсами. Температуру он нам скажет импульсами. Ну, минимально один импульс, это минус 50, максимально 3201 импульс, это когда ему сильно жарко. Ну, вот есть, есть здесь табличка, сейчас давайте посмотрим. Так, вот, есть табличка и есть формула. Ну, на самом деле, вот, подошли они к вопросу достаточно серьезно. То есть, есть вот такая вот формула, что температура – это количество вот импульсов, умноженное на вот некое число, минус вот это, и действительно получается достаточно точно. Ну, и так как он все-таки, ну, не может быть линейным на всем, так скажем, длине этой шкалы, то есть поправочные. Вот если температура меньше 30 градусов Цельсия, то мы должны вот по этой формуле. Если от 30 до 100, то вот предыдущая была правильная. И если больше 100 градусов, то тут еще небольшую поправочку. То есть, есть там изгибы. Да, абсолютно верно. Он замыкает. Ну, вот, давайте, схемка у нас же есть. Он берет и действительно замыкает ножки между собой при помощи встроенного в него ключа. Как при этом сам кушает и питается, а у него есть конденсатор. То есть, действительно, ему нарисовали сюда конденсатор, чтобы он мог точно работать. Ну, и тут есть несколько, на самом деле, схем его включения. Сейчас мы найдем их. Вот, самый простой вариант. Это когда мы подали питание и, соответственно, каким-нибудь выводом, там, прерванием, чем угодно, считаем количество этих импульсов. Тут есть у нас небольшое такое описание о том, как же все-таки подобрать и как это сделать адекватно. Ну, я так понимаю, что смысл заключается в том, чтобы, с одной стороны, этот резистор не должен быть слишком большой для того, чтобы он был в состоянии перезарядить линию, потому что линия все равно имеет какую-то вот граничную емкость. Вот это точно так же, как с линией I2C интерфейса. Второй момент – это с тем, чтобы не нагревать сильно ключ, который стоит внутри этого сенсора, который замыкает на землю, чтобы он не вносил свои коррективы. Ну, и вот такое включение, оно, конечно же, помогает нам, а нам не надо его питать постоянно. Захотели узнать температуру, подали питание, он нам ответил количеством импульсов, ну и выключили. То есть, вот в таком импульсном режиме его можно использовать. Есть, ну вот такое, но power, то есть, вот здесь они пошли дальше. Вот я не знаю, зачем это расписывать, как детям, что здесь вот мы от ножки можем питаться, потому что ток же небольшой, поэтому давайте кушать от ножки. И вот здесь есть вариант вот с таким включением, когда мы резистор ему в отрицательный провод ставим, то есть, отрываем его от земли. Ну, и прерывание у нас теперь уже будет не по спаду, а по верхнему, но по первому фронту сигнала. Ну, и есть вот такой вариант, когда их несколько, может висеть на одном резисторе, то есть, запитываться от одного источника. То есть, тоже, в принципе, варианты есть. Вот так это все включили. Ну, окей, здорово. Это как работает с изолятором. Да, конечно, приятно, что он, вот благодаря такой конструкции, можно его сразу за изолятор вынести. И от изолятора, собственно, и питать. Тоже такая вот интересная штука. Ну, вот один вариант. Второй вот вариант. Вот. НСТ-1001. Ну, давайте попробуем его в работе. На самом деле, вот сейчас тут у меня есть... О! Вот так выглядит все это дело. Вот подал я на него питание. Пошло питание, потом тут что-то случилось. Давайте увеличим, что тут случилось. А вот это и есть импульсы, которые придется посчитать. Значит, ну вот импульсы, давайте попробуем на самом деле. Сколько тут вот отсюда маркер. Ну, и, соответственно, вот досюда поставим. Так, сколько? 8 микросекунд между ними. Ну, так вот достаточно... Ну, я бы не сказал, что тут и высокая частота. Сейчас мы маркер кинем какой-нибудь. Так, ну вот, пусть вот от этого и до следующего. До вот этого. Сколько получается? 122 килогерца. Что, в принципе, соответствует его даташиту. Он выдает. Ну, и давайте пока это есть. Значит, сколько от момента подачи питания у нас прошло? Вот момент, когда мы подали питание. И вот когда он начал там что-то нам говорить. У нас прошло, смотрите, 30 миллисекунд. То есть, в течение 30 миллисекунд он заряжал свой конденсатор, поднимал EDC внутренний, там оцифровывал, усреднял и нам это выдавал. Ну вот, а полный вот этот фрейм я выбрал в 60 миллисекунд. Потому что вот здесь, в принципе, вот эту площадь он еще может заполнять. Код ничем таким вот не примечательный. Вот этот код в кейле. Значит, здесь на самом деле что сделано? Здесь один таймер, который устраивает прерывание раз в 60 миллисекунд. В обработчике таймера тут тоже ничего страшного не происходит. Так, где он тут у меня? Вот. Я просто считаю количество импульсов за это время. Ну и, соответственно, ой, извините, вот управляю портами ввода-вывода. Ну и вот здесь отладка включена. Можно смотреть 1192 импульса. И пересчитываем. Получается 24,43 градуса температура. Ну давайте я его пальчиком придавлю. Пошло 25, 28, 30. Ну вот я пальцем просто его к столу прижал. То есть достаточно быстро. Он такой вот маленький. Не тяжелый совершенно. И, конечно же, достаточно быстро он набирает. Ну вот, можем попробовать на него сейчас чем-нибудь таким более кровожадным. Вот мы сейчас просто воздухом горячим от горелки. 51, 131, 142, 138. Ну, охлаждается. То есть его зацепило потоком горячего воздуха от горелки. Так, ну вот, пошел уже остывать. Ну вот я пальцем пробую. Он уже не горячий. То есть у него очень маленькая теплоемкость получается. Достаточно быстро он реагирует. Ну вот все, он почти вернулся. Сейчас он после уже прикосновения пальцем остудится. Вот такая интересная штука, которая стоит совсем недорого. Ну вот, если кому-то вот интересно, зовется это NST-1001. Вот такой достаточно необычный прибор для измерения температуры. Ну и вот то, что касается его точности, аккуратности этих измерений. Вот это вот так. Ну, это разрешение понятно. Оно достаточно высокое. Но на что можно полагаться? Это вот в бытовом каком-то диапазоне 0,2 градуса вполне. Ну вот, кстати, сейчас вот если здесь устоится, так вот, температура 29, ну она вот падает, да, продолжает еще падать. Он еще не сравнялся с комнатной, но вполне все это интересно получается. Вот на этом доклад, как говорится, закончил. Подписывайтесь на телеграм-канал, там всякой интересности. Оставляйте комментарии, вот, присылайте идеи, предложения. Ну и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok